друзья приветствую всех дмитрий быков увидеть сегодня с нами будем говорить каких-то вещах которые волнуют нас прямо сегодня здравствуйте дима но вот совсем недавно выдавали интервью о том что книга практически закончена что она будет там в первой половине года уже возможно данная издастся и будет в продаже как на сегодня дела я думаю на еще и во второй половине этого года издастся я не знаю какова будет реакция на нее и очень боюсь что она не понравится с обеих сторон потому что она будет казаться политическим заказом в россии чего конечно не было я сам себе заказывал эту книгу а в украине наверное многим не понравятся какие-то оценки не слишком восторженные но для себя я написал мне важно было понять феномен мне кажется я понял и вообще я с большой радостью честно говоря над ней работал вот я вписывал главу о залужном и хотя я никакого отношения не имею ни к его деятельности ни к его оценкам это в общем я не военный эксперт но не могу не испытать радости от общения с этой темой потому что наблюдение за человеком достойным профессиональным мужественным веселым это большая радость вообще когда пишешь про хороших людей как ты чувствуешь себя лучше а правда что залужный даже если ты с ним не знакомый все равно как поражает о мой любимец пришел всегда приходит когда эфиров приходит всегда привет как же ему на вас приятно смотреть да здорово похож слушайте это это просто ксерокопия ваша дима просто проплыл проплыл свои 50 метров молодчина молодчина я тебя поздравляю пока не уходит вы не думаете он просто любит с нами мне мне приятно вообще что насчет залужного да возникает ощущение очень изначально витальный человек вот я всегда и знаете вот что странно еще интересная штука вы нам знаете да что во время пятидесятилетия ему железноярцы подготовили вот эту песню там бать к наш заложный за свою семья я представил себе что это было бы в исполнении героев российской пропаганды либо это был бы чудовищный блатнят какой-то шансон либо патриотичный официоз жуткий а здесь сидят на поляне изможденные люди понятное дело что они жизнью рискуют постоянно все они не молодые средний возраст украинской армии как мы понимаем значительно выше чем российские молодых стараются не подставлять и я понимаю что они искренне абсолютно вот как это получается такое что это не актеры это не нанятая массовка это поют действительно люди которые участвуют в боях и которые защищают жизнь свою а не просто родину которых нет другого шанса которые поставлены в абсолютно безвыходную ситуацию и возникает вот то отчаянное веселье которое бывает только на пределе только в полном экстремме как ни странно но вот это помните как у левшица да и как нам было весело да командование спятил и драпало уже а мы там сидели в окопе бумаги жгли как нам было весело здесь слава богу командование не драпало а здесь есть ощущение такого веселья на грани пограничного веселья веселья рядом со смертью и какое мужество и какой задор от всего этого исходе понимаете наслаждение от причастности хотя бы тем что ты это пишешь ведь вот когда-то джейм биркин сказала почему я рожала от мужчин которых любила а что я еще могла для них сделать вот знаете я пишу книги о людях которые мне интересны и важно а что я еще могу сделать для украины сделать ничего не могу а эта книга это какой-то мой посильный вклад в борьбу с таким чудовищным таким самонадеянным злом которая почему куда как это я там подробно объясняю почему овладела магией страны дим а вот я читал одно из ваших последних интервью по моему на радио свободы где вы говорите вот рассказывая книги про зеленского говорите что мы присутствуем сейчас при примерно такой же беседе которая описана в библии когда заканчивается словами отойди от меня сатана а может быть иди за мной сатана вот я хотел вас спросить каким вы видите сегодня на какой стадии находится сегодня этот невидимый диалог потому что если его даже нет в публичном поле он нет есть в метафизическом поле да этот диалог знаете наташ я уж совсем-то пересказывать все что в этой книжке написано я не хочу но происходит действительно великое религиозное событие знаете у люцифера который прикидывается все время прикидывается интеллектуальным творческим началом бунтарем против господа его задача одна знаете задача у него уничтожить мир сделать как можно хуже и вот господа все время на всем протяжении истории он его шантажирует он все время говорит пусти меня к себе обратно мы ожидаем что люцифер низвернул с небес как и в общем я воровольно спустился это вот такой носитель света да носитель якобы прогресс он все время шантажирует возьми меня обратно в небеса или я взорву мир и вот сегодня он как никогда к сожалению ближе к стадии я взорву мир отдай мне все восточное полушарие эту зона моего контроля хорошо австралия пусть им она далеко отдай мне или я все уничтожил и кстати говоря на африку претендуют я должен вам сказать кстати что саудовская встреча результаты которой стали известны она как раз вот не вызывает у меня не особого интерес а может видите ли во первых ни о каких результатах ни о каком единстве говорить нельзя даже ермак у нас очень разные точки зрения во вторых я абсолютно уверен как это не прискорбно что никакое давление мирового сообщества здесь ничего не сделает судьбу этой войны решает все равно зсу и ну может какой-то степени европа и америка которые помогают украине вооружениями никакое давление мирового сообщества здесь ничего не изменит мы эти если бы у путина была задача склонить на свою сторону там переклонить на свою сторону большую часть мира это бы еще пол беды можно было бы о чем-то разговаривать но его задача как задача любой дьявольской силы все-таки уничтожить мир я это чувствую совершенно четко по крайней мере россию он решил убить об стену точно а чтобы то есть не доставайся же ты никому а каковы его планы относительно мира не очень понятно что он ему может предложить но в общем очевидно что цели сугубо деструктивные никакого будущего не для африки для россии для евразии он себе вообще не представляет именно поэтому у меня насчет этой осени не скажу апокалиптические но чрезвычайно тревожные ожидания и я не знаю можно ли его остановить у меня надежда на то что господь не дремлет и разрубит этот узел каким-то непредсказуемым образом но просто всем у кого есть какие-то иллюзии насчет возможных международных влияний или насчет молитв папы римского который мне кажется мог бы действовать куда решительнее на этот счет у меня хотя ну что что может папа римский кроме молитв с другой стороны на этот счет у меня никаких иллюзий нет и особенно меня пугают вот говорю серьезно попытки со стороны многих российских аналитиков раньше ни в чем такого не замечено как бы нормализовать для себя эту войну они пишут что да для россии это тоже дистанциальный вызов речь идет о сохранении россии находилась под серьезнейшим давлением запада под серьезнейшим прессингом запада последние 30 лет помилуйте под каким прессингом запада находилась россия если бы был этот прессинг хотя бы после крыма не было бы того что мы видим сейчас россия находилась давайте представим 30 лет в режиме наибольшего благоприятства и вот и вот так она им воспользовалась поэтому никаких иллюзий никаких надежного разумления здесь мне кажется будет не может правда вот подсказывает мне шестое чувство что российское население не готово все-таки окончательно мириться со своим уничтожением но это мы увидим сентября после очередной волны мобилизации а почему некоторые люди вроде дуги на пытаются заменить свою церковь и видели вы последнюю проповедь умирайте с нами убивайте с нами ну и так далее значит некоторые люди вроде дуги на некоторые сущности вроде дуги на некоторые деланы вроде дуги на людям это давно уже не имеет никакого отношения реплику проханова да когда посмотрите на лица врагов россии изрытые язвами и бородавками и на ослепительный русский лоб философу дуги на да вы посмотрите на лицо проханова этому ли красавцу рассказывать что-то про лица врагов россии там живого места нет но это бог с ним платный человек прожил большую грешную жизнь и естественно этот портрет дриана грея у него на лице а ведь был учеником трифонова когда-то принимать ужасно что касается дугина конечно относиться к дугину всерьез нормальные люди не способны потому что все его учение на выбор это если там есть учение это учение исключительно о том как помереть и сделать это побыстрее и потравматичнее но он видимо имеет некоторое влияние не скажу на путина на путина влияние не имеет никто я думаю он имеет некоторое влияние на определенную часть российского общества люди устраивают культ смерти когда у них нет ни умения жить ни желания жить под умением жить я понимаю не советское понимание то есть это термина не доставание дефицита условно говоря или устройство жизни под умением жить я понимаю творческую реализацию тогда у вас незачем жить вы делаете культ из смерти культ из самоуничтожения и потом понимаете вот это тоже к сожалению это вечная точка зрения романтическая очень распространенная в свое время и в россии начиная серебряного века ведь нормальная жизнь это так пошло это так пошло расти детей ходить на работу заниматься сексом или деторождением величие есть в том чтобы уничтожить все величие есть том чтобы взорвать мир в общем честно говоря поживешь в россии походишь на официальные молебны посмотришь на эту церковь благословляющую казни и убийц послушаешь демагогию начальников и когда отвращение к жизни начинает накапливаться это действительно так и весь этот демонизм провинциальный демонизм русской революции пусть сильнее грянет буря это по-своему заразительное объяснимо проблема только в том что знаете александр македонский великий был полководец зачем же стуль если у тебя не очень задалась страна почему надо уничтожать вместе с ней весь мир и главное почему вместо того чтобы выправить эту ситуацию но простейшими мерами господи ну как-то гуманизировать а в конце концов и судебную систему ну как-то уменьшить количество обвинительных приговоров но как-то перестать сажать за слова но как-то разрешить людям немножко решать самим почему вместо этих простейших и в сущности легких легко достижимых мер надо непременно кидаться в полное отчаяние если у нас ничего не получается давайте уничтожим мир откуда эта уверенность что россия не может быть счастливой что счастье это пошлость и мещанство главное это же кстати во всей поэзии очень четко это показано всеми критиками и если у тебя не получаются жизни почему надо с таким остервенением накидываться на соседа до зажиточного соседа до соседа у которого кое-что начал получаться почему надо немедленно обзывать его предателем только потому что он не хочет разделить с тобой грубо говоря твою парашу но это же понимаете довольно я не скажу узкий но какой-то чрезвычайно теистический какой-то подлый взгляд на мир почему если плохо тебе должно быть плохо всем и честно говоря меня вот единственное что особенно сильно утешает в последнее время я вижу что сет пропаганда не пользуется ни малейшей поддержкой российского населения российском населении искренне повторяю только одно раз уж мы начали войну надо ее выиграть на самом деле никаким образом выиграть ее невозможно эта война была проиграна в тот момент когда начата войны в современном мире не выигрываются полным захватом территории я могу допустить самый ужасный вариант при котором россия выжжет всю землю да у нее есть для этого средние и все возможности для этого есть и есть для этого бомба но это не будет победой понимаете ни моральной победы это не будет даже материальной как было сказано у одного поэта весь дым весь пепел ваш ну и что вы будете с ним делать поэтому я чувствую россии сейчас это тоже опасная вещь жесточайшее разочарование в себе и в том же дугине и в идеологах и в пути непонятное дело вопрос только как бы это разочарование не обернулась таким знаете сгорел сарай гори и хата если уж ничего не получилось давайте уничтожим все надеюсь что в последний момент включится какой-то тормоз еще еще одна ваша цитата дима вы говорите мне очень нравится что на наших глазах осуществляются старые мифы подтверждая что все чему нас учили в детстве правда вот мне бы было интересно что вы имеете ввиду потому что ведь многие сегодня что говорят они говорят что прежний мир умер да с его книгами там итальянским не реализмом борисом гребенщиковым частично живы фантасты потому что их некоторые прогнозы сбываются и сорокин с его предсказаниями а вот пелевин может уже не возвращаться пелевин умер где-то там где он сейчас находится ну я условно это говорю но вот как то так согласны ли вы с этим нет пелевин жир здоров кстати говоря многое именно творческие многое из написанного пелевином из его ранее замечательных очень гуманистических сказок как раз на наших глазах подтверждается я могу объяснить что я имею ввиду говорят что вот чему нас учили в детстве это правда понимаете на протяжении всей советской истории и это конечно парадокс потому что русская и советская в таком официальном дискурсе были всегда слиты их на друг от друга отделять но проблема в том что советское оно всегда было космополитично оно никогда не обожествляло данности врожденности всегда говорили нельзя гордиться национальностью нельзя гордиться местом рождения потому что ты его не выбирал нельзя впадать в пещерный национализм и гордиться ослугами предков потому что предки тебе даны они тобой завоев и вот чему нас учили в детстве так это то что любой национализм рано или поздно имея по крайней мере очень высокую тенденцию высокий шанс выродиться в самоупоение национальное то о чем говорил Владимир Сергеевич не Рудольфович конечно Владимир Соловьев прямой путь к самоуничтожению это национальное самообожение это безусловно так нас учили кроме того что обожествлять Родину преклоняться перед Родиной безусловно следует но тогда когда она не права надо честно ей об этом говорить человек который идет против своей Родины против большинства является героем нас этому учили на примерах народовольцев нас этому учили на примере Ленина кстати говоря в России всякая империалистическая война вообще любая война с неизбежностью переходит в войну гражданскую этот тезис Ленина совершенно справедлив потому что страна начинает по любым предлогам довольно быстро делиться условно говоря на безумных патриотов для которых Родина всегда права и для людей критически мыслящих поэтому никакого на людей критически мыслящих поэтому никакого так сказать никакой коррективы в мое советское воспитание не вносится я вижу по крайней мере что любой национализм это кстати говоря касается и национализма украинского вещь опасная и в пределе своем перерастающая в отрицании многих других именно поэтому я так согласен с Арестовичем который говорит о провинциальности национализма о его страхе всемирной конкуренции право того нас учили понимаете учили нас еще одной вот правильной штуки все таки зло при всей своей привлекательности сознательное намеренное зло при всем своем таком дешевом демонизме оно всегда бездар вот это Гоголь писал в одном писем черт прежде всего дурак и наша задача заключается в том чтобы ему это сказать и гений злодейства две вещи несовместные но главное интеллект и зло две вещи несовместные потому что любая попытка предаться дьяволу поверить дьяволу и на его соблазн что-то создать кончится с его стороны грандиозным обманом ведь посмотрите давайте там называть вещи своими именами вся эта зэп-поэзия а зэп-пропаганда она состоит из людей изначально далеко не бездарных они поверили в тот посул что дьявольская энергетика демоническая энергетика убийства насилие разрушения способны им придать какой-то стимул какие-то дать невероятные откровения ну и где эти откровения ну эти дьявол прежде всего великий обманщик стругацкие же правильно написали что да ты можешь найти в этой зоне золотой шар но этот золотой шар он не исполнит твоих желания он потребует от тебя жертв ты принесел жертву мясорубки несчастного мальчика но счастье для всех даром и никто не уйдет обиженный тебе этот шар не даст потому что и зона великая обманщица и дьявол великий обманщик к сожалению вот миф о притягательности зла романтический миф о бунте против господа он всегда кончается тем что ты извиваешься в грязи и ничего другого не могу не спросить вас вот тут самое время раз мы об этом заговорили талант и зло зная ваше нежное отношение к фантастике а вот почему с вашей точки зрения лукьяненко лукьянов по-моему да занял сторону зла вот лукьяненко да да лукьяненко могу вам объяснить знаете дело в том что в основе вот этого русского бунта против господа лежит лукьяненко все время повторю вы нас не пускали в первые ряды вы нас не хотели признавать вы не признавали нас великая стрелка помните как Путин сказал вы нас не слушали тогда так вот послушайте и теперь кто это вас не слушал вашу мюнгинскую речь слушали внимательно и даже уважительно наблюдая такое явное на ровном месте буйное помешательство ну хорошо ладно да и кстати говоря никто не давал никаких вам гарантий что вам будут всегда давать зеленую улицу и уважать ваши внутренние границы но хотите разговаривать давайте разговаривать ради бога кто же когда не слушать такая же история кстати говоря из фантастики фантасты всегда считали себя обделенными а вот нас не рассматривают как серьезную литературу а вот мой второй ряд а вот во-первых у фантастов всегда были самые большие тиражи и это за словами во вторых у фантастов всегда была самая большая читательская аудитория в том числе подростковая и тоже непонятно из-за чего комплексовать литературных премий вам не давали так во-первых давали а во-вторых что такое это литературные премии у меня там я не знаю у меня по-моему собраны полные коллекции но уверяю вас это вовсе не означает ни престижа неблагосостояние скажу больше у фантастов своих литературных премий своих конвентов своих съездов было колоссальное количество российская фантастическая среда уж на что не могла пожаловаться так это на отсутствие институции внимания и денег но всегда сидел этот комплекс ах мы не всерьез наверное этот комплекс сидел отчасти потому что российская фэнтези была довольно примитивной я очень хвалил и очень искренне хвалил многие сказки Лукьяненко давайте признаем честно что это не Саймак не Шекли не Стругацкие и даже не Лорионов как не относить и там уж тем более не советская фантастика 60-х 70-х годов как не относить к Лукьяненко но это даже в лучших своих проявлениях все-таки абсолютно подростковая увлекательная милая но очень примитивная литература в которой самая сложная мысль тоже кстати довольно подлая это мысль о том что добро и зло играют договорный матч главная мысль Дозоров это не так но бог с ним вот на этом рессименте на этом чувстве вечной недооценки ах нас считают гетто литератур какой гетто давно уже в гетто находится социальный реализм нет они все время считали себя недооцененными я боюсь что вот этот роковой перекос огромное количество фантастов среди з-литератур ну например Федор Березин автор боевой фантастики который был там одно время правой рукой Стрелкова я согласен что он вообще сам по себе человек не подлый даже с каким-то представлением благородства я помню Успенский мне Михаил говорил ты его особо-то не бомбил не подлый да он просто человек очень глупый который возомнил себя большим писателем но никаких оснований для этого не имел как это не печально да к сожалению фантастика подтвердила свою второсортность вместо того чтобы воспользоваться шансом и повести за собой литературу в прекрасной дали предсказания писателя это всегда вот с моей точки зрения по крайней мере важнее чем предсказания политиков потому что они чаще сбываются вот почему-то да поэтов писатели потому что мы что-то чувствуем такое да и это важнее чем знание особенно сейчас тогда дима вот я должна вас спросить что будет в этом году вот не через сто лет а прямо в этом году вы вот где-то говорили в каких-то интервью что считаете что зимой закончатся военные действия еще что-то говорили вот ваши оптимизма у меня особенного нет я надеялся в прошлом году что я буду встречать новый год на эхе москвы я встретил его на эхе москвы на утбилиси я надеюсь ну правда довольно близко я надеюсь что зимой это закончится но может и не закончится есть так знаете сейчас пока все люди с которыми я разговариваю у них консенсусный прогноз почему-то насчет 26 вот я пытаюсь у всех спросить откуда взялась эта дата понятное дело что выборы не в случае Путина не в случае Украины если они будут ничего не решат я кстати не знаю планируется у вас выбор или нет по-моему решение решения пока нет да значит да и в общем не до того сейчас тем более что 7 миллионов находятся вне страны не очень понятно как учесть их в ней я думаю что в России эти выборы пройдут пройдут с тем пройдут с тем результатом о котором случайно значит по идиотизму проговорился Песков он утверждает что его не так поняли да наша дорогостоящая бюрократия нарисует Путину 90 процентов никаких сомнений в этом нет хорошо если не 99 а дальше вот видимо людям кажется что либо к 26 году Украина получит наконец то количество оружия которое ей нужно либо к 26 году иссякнут запасы обеих сторон либо в 26 году в России настанет наконец разочарование от Путина вот 26 лет не доставало а тут я не знаю откуда берется дата про 26 я должен вам сказать что несмотря на весь свой хваленый оптимизм я вполне допускаю вариант при котором американские выборы пойдут по непредсказуемому плохому сценарию что помощь Украине прекратится или сократится Украина останется с Россией один на один и в критический момент поскольку для нас мы все время говорим что это ситуация дистанциальная либо будет нажата кнопка либо будут нанесены действительно несовместимые с жизнью травмы обеих стран я допускаю самый чудовищный вариант но если вы спрашиваете вот о том что это будет на уровне интуиции мне представляется что либо настанет перелом военных действий который уже кстати говоря подготовлен в сентябре октябре этого года либо и вот для этого у меня есть вполне серьезное ощущение протестное движение усилится в России могу сказать почему я так думаю потому что власть которая дает астрономические сроки и постоянно ужесточает репрессии она демонстрирует нищую она демонстрирует слабость чувство этой внутренней слабости внутреннего кризиса и то что нам нечего предложить кроме все умрут но мы попадем в рай мне кажется это до большинства доходит и говоря уже о том что уровень жизни неуклонно снижается мне кажется что 24-й год будет годом большого отрезвления в России если я ошибаюсь всегда можно легко сказать что быков со своим идиотским оптимизмом как всегда пошел на поводу своей наивной инфантильной надежды меня даже многие говорят вот Дмитрий из-за того что вы всегда говорили что здесь будет хорошо многие вас послушались и остались во первых если люди слушаются публицистов при принятии важных решений то это уже показатель некоторого инфантилизма я сидел там до последнего как вы знаете но одно могу сказать оптимизм всегда очень уязвим всегда умным выглядит человек который говорит все пропала война на 30 лет никакой Украины не будет Путина никто не может оставить я хочу сказать что такие оптимисты в марте 22 года по-моему получили очень хороший урок все таки господь не дрем дьявол силен но господь не дремлен продолжаю настаивать на том что 24 год будет годом для России очень серьезного перелома ну а если не будет мне придется с глубокой скорбью признать что эта страна подписала себе приговор вот и все ну и про будущее еще не могу удержаться чтобы не спросить вы говорите что война это процесс перманентный то есть ну просто война с применением оружия там выводит так сказать смерть на авансцену это сейчас я вас цитирую да и делает ее очень видимой смерть наводит резкость так сказать хочу вас спросить можно ли без войны потому что ускорение всех этих процессов не только в войне россия украина вообще в мире да это же все равно билет в один конец дима это все равно да как бы ну наташ ну жизнь вообще билет в один конец разочаровать да помните да те кто пойдет с детьми умрут а те кто останется умрут на несколько минут позже тут проблема в другом война в мире идет просто потому что дьявол существует вот сейчас меня многие спрашивают а почему в том числе родная газета собеседник про меня вспомнила а почему собственно говоря так стала популярна религиозная литература отвечаю потому что на наших глазах происходят религиозные события события религиозного масштаба в конце концов миф это единственное зеркало в которое может посмотреться человек материальных объяснений космологические политические геополитические происходящие не имеет мы видим лик дьявола натуральную величину так вот дьявол не дремлет всегда была и будет сила которая бунтует против божественного мироустройства ненавидит ненавидит гармонию которая вечно томится злобой завистью нереализованностью и такое же счастье что русский черносотенный патриотизм показал себя в полный рост подтвердив наши худшие опасения да война идет и будет идти между людьми которые хотят убивать и людьми которые хотят жить как сказал Голдемейер да мы хотим жить соседи хотят чтобы вы умерли не вижу здесь пространство для компромисса вообще понимание жизни как процесса сугубо мирного и созидательного это в общем то понимание которое я готов уважать но у меня с рождения есть ощущение непроходящей внутренней тревоги мир не самое уютное место и это лишний раз нам показывает правоту заложного который сказал мы использовали мирное время для того чтобы подготовиться к этой войне мы знали об этой войне и ждали этой войны и как показывает опыт мы были правы мир не уютное место к этому надо готовиться а готовиться к этому надо весело что замечательно показала украина ну и уже в финале вот есть разные взгляды на эмиграции для одних вот да это там новая возможность какая то для других такое экзистенциальное завершение когда впереди пустота смерти больше ничего мне же кажется что это просто проверка твоего личного ресурса если нет в сусеках ничего больше то эмиграция только это сразу триггернет и усеет если что-то есть да это будет следующая серия твоей жизни или вам по-другому кажется Наташа эмиграция и как бы эмиграция и родина это еще одна из ложных оппозиций с помощью которых в россии поддерживали вот этот сатанинский культ власти на самом деле не родины а власть говорят что это и смена родины никакой смены родины не происходит и смена власти происходит и с этой антихристовой властью на одном поле лучше не находить жесткая искусственная оппозиция эмиграция и родина она для всего мира давным-давно не актуальна человек работает в одном месте женится в другом отдыхает в третьем а дистанционно связывается с четвертым и так далее понимаете я живу в штатах но грешным делом мне кажется что мой то здешний вклад в русскую литературу он побольше чем у большинства современных патриотов на главные болезненные темы я считаю нужно высказываться да и стишки которые я пописываю вот у меня выходит новая книжка они так на порядок получше того что пишут так называемые патриоты простите меня мою скромность но иногда приходится какие-то вещи видеть кроме того последние 10-12 лет когда мое пространство в россии сужалось как у серой шейки там нельзя работать здесь нельзя печататься я все больше жил работал со границей и не могу сказать что это как-то дурно на меня влияло понимаете почему вы должны чувствовать себя предателем от того что вам где-то радует что вас где-то печатали что где-то ваши усилия востребованы а там где они не востребованы и там где вас посадят вы должны почему-то по приговору непонятно какого суда находиться что это за идиотский мазокин поэтому я всем предлагаю эту оппозицию снимать другое дело что если у вас вот такая критическая ситуация когда вы критически нужны стране тогда безусловно там надо жить не сомневайтесь хотя мне очень комфортно в америке но как только я буду нужен россии как только мне разрешат там работать я немедленно окажусь там без всяких условностей и формальностей перейдя границу любым способом который мне будет доступен так только мне предоставят там право даже невозможность просто право работать и присутствовать как только это не будет сопряжено со смертельной опасностью меня уже один раз потравили больше не хочу я вернусь немедленно но быть в стране в которой я не нужен которая про меня врет которая мне хамит устами разных подонков на каждом шагу я совершенно не обязан мне кажется что я вполне себе полезен русской литературе и русскому языку здесь скажу самую наверное бескованную вещь служить россии русской идеи русскому языку и русской литературе сегодня значит посильно защищать их достоинства спасать сегодня мир служить богу по крайней мере как я это понимаю можно сегодня только будучи на стороне Украины потому что Украина сегодня главный рискну сказать любимый инструмент господа по остановке дьявола она с этим справляется очень хорошо и без всякого подхлемажа вы знаете что мне это никаких абсолютно плюшек не принесет я с радостью говорю слава украине спасибо большое дима спасибо и вам большое не забывайте совсем в финале вот просто на одну минуту да девятнадцать лет Навальному правильно ли он сделал что он вернулся ведь ни у кого это не вызвало никакого трепета ох ох она промолчала нет вызывал я помню как мы ехали его встречать я со своими студентами ехал все это вызывает трепет огромный а как вам сказать ужасную вещь скажу мой любимый мыслитель Леша Колоковский говорил этики нет есть набор решений принимаемых каждым человеком в его личной ситуации у Навального другого варианта видимо нет если он это сделал помните я знаю его хорошо это прагматика не самоубийца видимо он для себя другого варианта он понимаете как а с точки зрения прагматики ответ Зеленского мне нужны снаряды а не такси это же тоже самоубийца на его месте прагматик уехал бы и я не уверен что украинское сопротивление было бы столь интенсивным если бы он уехал нужен герой нужен фан и как правильно совершенно сказал Валера Примас ни один актер не позволит себе покинуть сцену где на него с надеждой смотрят 7 миллиардов человек это важная штука Навальный чувствовал тот момент что вне зависимости от результата он создает модель героического поведения без такой модели без такого героя страна видимо была бы обречена она и так может быть обречена но по крайней мере он сделал то что от него зависело поэтому я не знаю как там на моем месте на чужом месте на своем месте он поступил единственно возможным образом тут кстати знаете вот важная штука меня же часто очень терзают погрузения совести я вообще человек далекий весьма от идеала и вот как-то в одной из таких бессонных ночей я написал письмо Кушнеру которого я всегда считал и считаю своим учителем во многом я говорю а как вы с этим боретесь у вас это бывает во-первых ни у одного нормального человека особенно к старости не бывает самодовольного ощущения что ты жил правильно если ты чувствуешь что жил правильно значит ты не жил вообще но он говорит я чисто прагматически утешаю себя одним это сейчас кажется что у меня тогда был веер вариантов а тогда я стоял в потоке времени скованным и у меня было очень мало выбора а если я так сделал значит не было выбора все таки мы себе не враги когда я смотрю на Навального я понимаю если он так сделал у него не было выбора и мне остается только восхищаться этим поступком и никому не давать непрошлых советов спасибо еще раз огромное спасибо вам спасибо не забывайте пока спасибо пока я помню свое обещание я его выполню до свидания 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 Продолжение следует...